Рабочий погиб на Барнаульской стройке. На мужчину с высоты упали кирпичи. Следователи устанавливают обстоятельства смерти. Как сообщает пресс-служба следкома, ЧП произошло 22 апреля на стройке многоэтажного дома на Южном тракте. Погибший занимался возведением строительных лесов около здания. С высоты 22 этажа на него рухнули кирпичи. 28-летний мужчина получил травму головы, несовместимую с жизнью. По данному факту, следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка. В рамках проверки следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям лиц, ответственным за охрану труда на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 216 Главного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В Барнаульской гимназии номер 74 открыли парту героя, посвященную выпускнику Алексею Мулину. Ему был 41 год, когда он погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Так в школе решили сохранить память о герое. Воспитанный, добрый, готовый защитить других – именно такими словами Алексея вспоминают педагоги. Его классный руководитель Светлана Астахова, учительница музыки, отмечает, что он еще со школьных времен стремился служить Родине. Он был спортивный, скромный, во всех мероприятиях участвовал, учился на хорошо, ответственный. Это самое главное, что это был ответственный мальчик, на которого было можно всегда положиться. Поэтому и не зря, что он стал героем нашего времени. Алексей до мобилизации обучал детей дзюдо в спортивной школе. Они запомнили его как опытного и непонимающего тренера, готового помочь в любую минуту. Своими воспоминаниями об Алексее делятся его ученики. Алексей Александрович всегда был хорошим тренером, он заботился о нас, всегда поддерживал, даже если что-то не получалось, всегда помогал нам. Он был очень-очень хорошим тренером, мы всегда будем помнить. Алексей Александрович был очень отличным тренером, всегда помогал, всегда все отлично показывал. Я научила много всему. Из-за него я всегда выигрывала на соревнованиях. Мать героя не может сдержать слез, глядя на эту парту в школе, где, казалось, не так давно учился ее сын. Валентина Степановна помнит, как еще маленький Леша защищал своих младших товарищей во дворе. Однажды вот пришел домой с фингалом. Я говорю, Алеша, ну как так? Ты занимаешься борьбой, у тебя фингал. Он говорит, мам, ну у меня один фингал, у него два фингала. Он обидел моего соседа. Сосед был младше его. Вот таким вот он был всегда. На церемонии открытия парты героя присутствовал и председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко. Я сегодня от имени депутата правого законодательного собрания искренне, Татьяна Владимировна, благодарю педколлектив школы за то, что это происходит сегодня в 74-й гимназии. Дорогой Александр Николаевич, дорогая Валентина Степановна, огромное спасибо вам за вашего сына Алексея. Мы действительно достоин не только награды, а достоин памяти всех нас. И мы будем это делать. Алексей воспитывал чемпионов дзюдо, учил ребят, как защитить себя и других, но в один день сделал героический выбор в пользу защиты Родины. Эта парта героя напомнит подрастающему поколению, что хранить память о герое должен каждый. Анна Москаленко, Лада Зубкова, Антон Еноткин. Новости. Остановочный павильон в стиле пожарной тематики установили в Барнауле. Такой подарок сделали городу в честь 375-летия пожарной охраны России и сотрудники регионального МЧС. Павильон находится на улице Германа Титова в Барнауле напротив пожарной части номер 3. Он оформлен в красном цвете. Также на нем размещена информация на тему пожарной безопасности. Не так давно на здании нашей пожарной части был нарисован мурал, демонстрирующий работу пожарных. Теперь открыта остановка на пожарную тематику в честь 375-летия пожарной охраны России. Остановка для пожарных является символичной, так как она находится напротив пожарной части. Горазарная напоминает важность профессии пожарного и о пожарной безопасности. У меня на этом все. Спасибо, что были с нами. Хорошего дня!